Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. 120 миллионов рублей вернулось в фонд капремонта от подрядчиков, не выполнивших работы. Речь идет об авансовых платежах, перечисленных компаниями, с которыми в итоге были расторгнуты договоры. Цитирую. Речь идет обеспечиваются работы, которые подрядчик все же провел по расторгнутому договору. Таким образом, деньги кировчан, уплаченные в качестве взносов на капремонт, не тратятся на выплаты недобросовестным подрядчикам. Экономика. Контрольно-счетная палата проверила работу гостиницы «Вятка». Результаты проверки обсудят депутаты гордомы на ближайшем заседании комиссии по экономике и предпринимательству. КСП проанализировала финансово-хозяйственную деятельность гостиницы за 2021-2022 годы и за прошедший период 2023. Проверялась также законность использования муниципального имущества. Напомню, гостиница «Вятка» принадлежит городу. У депутатов и ранее возникали вопросы по эффективности ее работы. В эфире «Экономика». Здание бывшего МУП «Кристалл» подешевело почти в два раза. Объект на улице энергетиков уже не в первый раз выставляют на продажу. Сейчас трехэтажное здание площадью 2000 квадратных метров продается за 26,5 миллионов рублей. Продавец сообщает, что многофункциональное здание можно использовать под производство, под магазины или офисы. В конце апреля объекты выставляли на продажу за 50 миллионов рублей. На тот момент основные активы МУП «Кристалл» уже были проданы, а учреждение ликвидировано. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове.